Больше 160 вакцин от коронавируса ставят в Краевом диагностическом центре ежедневно. Ещё во вторник, 26 октября, эта цифра была почти в три раза меньше, а врачи принимали в день обращения. Теперь вакцинироваться можно только по предварительной записи в регистратуре или в колл-центре. Ближайшие талоны только после 4 ноября. Недова наших пунктов вакцинальных не востребованы. Ну и может быть, я не знаю, людская молва, то, что здесь очень удобно. Поток нам начал увеличиваться, поэтому мы сегодня вынуждены открыть ещё один дополнительный кабинет вакцинации. Поэтому сейчас мы дополнительно будем привлекать двух студентов медицинского колледжа для того, чтобы усилить колл-центр. Геомаркет – один из пунктов вакцинации, где не нужна предварительная запись. Количество посетителей увеличилось в разы после сообщений о возможном введении QR-кодов. На пункте работают пять медицинских учреждений. На каждое приходится от 200 до 300 пациентов ежедневно. Это больше тысячи прививок в сутки. Зал ожидания переполнен. О социальной дистанции нет и речи. Тяжело приходится посетителям с инвалидностью. Он больной у меня, инвалид первой группы. Я его не могу никак. Сказали, что занимайте очередь. Ну, представляете, слепого человека. Через весь город я везла. Мы живём в индустриальном районе. Сказали, придёте, мы вас проведём. Вот там я тут. Я пришла, сейчас занимайте очередь. А вы пробовали записаться, возможно, в какую-то поликлинику, не в геомаркет, а по записи прийти в поликлинику? Ничего я не знаю. Мы же, ну, нам 70 лет, ему 73 года. Мы никакими техниками вот этим не владеем. Ожидание на этом пункте занимает в среднем полтора-два часа. Пожилому человеку с инвалидностью такое не под силу. Мы обратились за помощью к медицинскому персоналу. Пациенту помогли. Мы вообще проводим, конечно. А кого проводим? Ну, кто инвалиды. Вот, то есть, ну, просто народ ещё возмещается, что... Ну, а вообще, то есть, без очереди, когда инвалиды, если совсем уже не могут ходить, там, тяжело, слепые, то вообще, да, проводим. Сейчас пройти вакцинацию без предварительной записи можно также в посёлке Центральный с 8 до 16 часов. В передвижном пункте в посёлке Южный с 8.30 утра до 8 вечера прививают в городской больнице номер 4 и краевой клинической больнице. Субботы дополнительный пункт мобильный открывается в торгово-развлекательном центре «Весна». Одновременно будут работать два врача, два процедурных кабинета. Передвижной мобильный комплекс будет базироваться возле торгового центра «Праздничный». Будут работать посменно две медицинские организации. График работы в торгово-развлекательном центре «Весна» с 10 до 20.00 и возле ТЦ «Праздничный» с 8.30 до 19.30. В Алтайском крае 90 медицинских организаций вакцинируют население от COVID-19. Записаться на прививку можно на портале госуслуги. Это гарантирует приём по талону в определённое время. А ещё снижает риск заразиться в очередях. Анастасия Меншакова, Анатолий Фукс. Новости. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова